Ну а вот теперь поединок, собственно, ради которого, наверное, мы сегодня и включили в нашу перекличку бокс, хотя бокс сам по себе стоит этого, но в утренней части программы Рейн Куй Малакбеков, вот видите, чемпион мира из Калмыкии, из Элисы. Глаз у него так прилично поврежден, видимо, на тренировке, я, к сожалению, очень неудачно так сегодня сюда попадал, информации никакой, и к атлетам не пропускают, поэтому, так сказать, выяснить, что же случилось, очень трудно, но, видимо, вот парень в поединке все-таки что-то там получил, нечаянное повреждение Рейн Куй. Это, конечно, не очень приятно, поскольку в то же место, если попадет, то будет не очень хорошо соперник, но все же я верю в то, что Рейн Куй первый бой проведет достаточно уверенно. А в синем углу его соперник, пуэрториканец Хозе Мария Котто. Пуэрториканские боксеры всегда очень темпераментные и техничные. Я всегда, как бы, вспоминаю в таких случаях как раз яркого очень представителя пуэрториканского бокса Педро Дель Гадо. Он был очень необычен в технике, очень, как бы, нестандартен в движении. И я вот вижу, что сейчас секунданцы Хозе Марии как бы подсказывают ему, чтобы он действовал комбинациями против Рейн Куля уже в самом начале, пытаясь ошеломить чемпиона мира, нанося, как бы, двойные удары, тут же уходить в глухую защиту, не давая возможности Рейн Кулю нанести удар. Ну, посмотрим, какая тактика окажется верной. Рейн Куль Чемпион Европы 93-го года, чемпион мира 95-го года, несмотря на, в общем, молодость. Ему 16 августа только исполнится 22 года. Очень двигается хорошо на ринге. А его соперник Старший его соперник на 4 года. Очень внимателен Раим и сейчас, как бы, пытается нащупать бреши. Вот-вот-вот, то, о чем говорили я вам, тренеры подсказывали. Пытаться нанести серийную такую атаку. Серии ударов состоящую. Оба боксера Внимательно пока, но все-таки Раим Куль вот такие разящие разовые удары наносит, и потому он пока впереди. Я говорю пока, хотя мне хотелось бы, конечно, чтобы он был постоянно впереди. И сразу, видите, серия атак, и счет сравнялся. Сразу два удачных удара в этой серии сумел нанести Пуэрто Риканец. Опасен. Еще раз, вот этот факт подтверждает, насколько сложна верхняя половина турнирной сетки в весовой категории до 54 килограмм. Очень много серьезных соперников у лидеров мирового бокса. Буквально каждый удачно нанесенный удар или пропущенный, Петя Пуэрто Риканец даже повел. Попал в подбородок Раим Куль. Тяжелый бой будет, тяжелый. Очень хитро сделал сейчас Хозе Морей. Он нарочито открылся, и Раим Куль попался на эту удочку. На обмен ударами Раим Кулю нельзя идти. На средней дистанции очень хорошо боксирует Пуэрто Риканец. И мне кажется, надо искать ключи к победе на дальней дистанции. Николай Хромов ассистирует Раим Кулю, главный тренер сборной страны, и личный тренер Раим Куля Север Балзанов. Видите, как какой-то Риканец стандартен, боковые удары очень хорошие у него. И опять вот, Раиму надо передвигаться, уходить, а вот, как бы, его прижимает ганатом и не может. Вот сейчас Хромов как есть, Ириан Балзанов появился на вашем экране. Объясняет Раим Кулю, как ему действовать. Честно говоря, мне не нравится настроение Раима, какой-то он такой, немножечко растерянный. От любого латиноамериканского боксера следует ожидать напора и обычно хорошей технической подготовки. В том числе физической, конечно, высоких качеств. Поэтому Раиму будет он. И посмотрите, что опять та же тактика. Опять та же тактика и опять теснит хортовиканец чемпиона мира. Пять-три. Пять-четыре. Жесткий боксер. Раиму надо уходить, вот так. Уходить от удара. Навстречу попал Раим Гольф. Пять-пять. Шесть-пять уже счет. И вот попытки удара по корпусу фортовиканца сбить дыхание хочет Раиму. А судьи вот все-таки в боксе как бы такие удары не фиксируют. Но если здесь дыхание, спортсмен устаёт. Но в обмене ударами Раим поточнее сейчас. Видите, он уже... Понял, что малой кровью, как говорится, не добьёшься здесь успеха. И принял выдох Козе-Марии Хорто. Козе-Марии Хорто.